...настоящего прекрасного бойца, супер-чемпиона. И тогда Сержи Улсен потряс всех, показал мега-бой, победу уверенную над Русланом Казианом и запомнился, естественно, российскому телезрителю. Вот в связи с этим, чтобы вы могли дополнить по Сержи Улсену, давно ли вы хотели заполучить этого парня обратно? Мы на самом деле давно мечтали вернуться к сотрудничеству именно с Сержи Улсеном. У него один из европейских менеджеров, с которым у нас как-то не складывались взаимоотношения, у нас никак не получалось состыковать пояс с каким-то из бойцов, поскольку Сержи Улсен держал этот пояс долгое время. И вот сейчас это случилось, слава богу. И благодарю того же самого Сержи Улсена, потому что мы просили его, чтобы вся ответственность в переговорном процессе с его менеджером она лежала на его стороне, он сумел договориться и сделать вот этот бой, вот эту пирамиду и принять участие в нашей четверке. Безусловно, прошлый бой показал, что этот парень, он украшением нашего турнира является. Ну и также Виталий Лесняк, который раскрылся. Вот буквально на последние полтора-два года он раскрылся как настоящий профессиональный спортсмен. И мы от него ожидаем самых невероятных нокаутов. То есть он стал бить, люди стали падать, причем падать и не вставать. Как прошлый показал турнир, 24 октября, когда он дрался в программе Сергея Харитонова, он нокаутировал своего соотечественника. И нокаут был очень такой сильный. Александр Тен, к большому сожалению, такой проспект, который начал подниматься и тоже реализовывать себя как именно профессиональный спортсмен. Попал очень тяжелый нокаут. И сегодня мы видели тоннаж и удары, и опыт, и контроль за ситуацией, и понимание, что происходит в ринге. Как он нокутировал Вадима Часовских, парня, который был в своем первом номере сборной России и в любительской сборной, в актере, чемпионом мира являлся. Максим, обрати внимание, какая техника. Он бьет навстречу. Это то, что самое опасное. Это то, что отличает любого панчера. Он идет навстречу и начинает бить. Когда я вижу ребят, которые именно бьют навстречу, сразу понятно, что это опасно. Обратите внимание, Максим, как раз сейчас это была комбинация. Билсон идет вперед, он сразу идет навстречу. Сразу пытается перехватить. Конечно, это интересно. Вот видишь рисунок этого бойца и сразу понимаешь его задумку, его рисунок. Ну и, соответственно, вы нисколько не удивились такому серьезному, уверенному, безоговорочному победе, которую он совершил над Вадимом Часовским. Какие-то тяжелые попадания. Вообще, если честно, изначально было видно, что тоннаж и профессиональные навыки этого бойца, они, конечно, на категории выше. Мы об этом и сказали, на самом деле, с Сергеем Чепеногой, контролируя вот этот и комментируя, естественно, поединок их первый. А как вам Серджио Уилсона в первом полуфинале против «Тайского»? Ну, характер, конкретный показатель. То есть видно, что парень, он мотивирован на победу. Он, видимо, стратегически очень правильно подходит к бою. Он растягивает поединок и понимает, что он какой-то раунд может отпустить, но потом он обязательно реванширует. Такой вот прям реальный реваншист парень. Ну, нравится мне. Нам всегда этот Серджио Уилсона нравился. Это безусловный показатель такого профессионального стайла. Да, и это есть, безусловно, у Серджио Уилсона. Такой Сергей, да? Да. Почти что наши русские. Да, действительно, парень опасный, бьющий, скоростной. И при этом, может, кто из-за встречи пропустил тоже опять. То, о чем мы говорили, Дмитрий. То, что Виталий Лесняк готовит это оружие. Готовит, готовит. Он чувствует, он понимает. И, конечно же, я думаю, что Серджио Уилсона может нарваться на сильный удар. Сейчас скрутка. Вот мы говорили уже, как вот это техническое действие оценивает? Никак не оценивается. Мало того, если... И даже замечали. О, какой слевый прям... Вот он еще один. Левый сбоку? Да, левый сбоку, да. Левый сбоку. Максим, я уже... Мои слова это переживает. Мои мысли. Скрутка, вот скрутка, Дмитрий. Она как раз предупреждается. Она не оценивается уж точно, но она предупреждается? Да, рефери может, если он видит, что это было сделано непреднамеренно, он не останавливает бой. Он может устно сделать замечание. Но если мы видим преднамеренные, неоднократные нарушения, опять слева, на отходе, конечно, Виталий показывает очень уникальную технологию поединка. Я бы так назвал это. Дмитрий, то, что вы часто упоминаете о тоннаже, о тоннаже удара, вот как раз у Виталия и у тоннаж существуют. Да, видно, видно, что... Пушечка-то... Работа, работа идет. Именно ребята конкретно поставили себе цель бить именно таким образом, чтобы наносить максимальный ущерб для своего оппонента. А это и делает, это сильно, очень отличает профессиональный кикбоксинг от любительского. Вообще профессиональные единоборства, они исключительно отличаются в этих сторонах. Вы не согласны с тем мнением микроспециалистов, которые считают, что любители профессионалов не отличаются, профессионалов любителей тоже, или кто можно любителей взять, отправить его в профессиональный ринг, он сейчас также одержит кучу побед, которые он одерживает на любительском. Максим, не совсем корректно ставите вопрос. Чего вам точить? Базовый вид спорта является любительский. Все ребята переходят, так или иначе, от любителей в профессионалы. Здесь необходимо потратить достаточное время, достаточное количество времени, для того, чтобы реализовать себя как профессиональный, настоящий профессиональный спортсмен. А если мы с вами проводим два или три боя в год по профессионалам, а остальное время деремся по правилам любительского, олимпийского, скажем так, кикбоксинга, если можно так сказать, то он будет мешать друг другу в подготовке. То есть здесь задача не на скорости, не ванпоинт сделать, не набрать какое-то количество очков, а сделать дестрой, нанести максимальный ущерб, разрушить. Урон создать. Абсолютно точно. И в этом плане, конечно, Виталий, он сейчас как раз именно на том пути, когда для него наибольшее важное выступление, имеется в виду в профессиональных турнирах, и он здесь себя хочет реализовать как профессиональный спортсмен. А если он даже и участвует в любительских, то для него это некий такой этап подготовки. Если у него там межтурнирное есть, временной такой... Отрезок. Да, отрезок. То он его, конечно, заполняет участием в любительских турнирах. Он, конечно, хороший. И Серджио Вилсон показывает характер. Если он попадает с ног, это правый мидлкик. Это точно и жестко по-твощи. А жестко бьет. И смотрите, какие два лоу-кика тяжелых. И причем Виталий принимает это на себя, не на защиту. Волк не успевает ставить. К сожалению, Виталий пока не может принять вот этот перелом такой некий. Я вам скажу, Дмитрий, тактически сейчас намного мудрее и умнее работает по ходу поединка Серджио. Мне кажется, Виталий пошел напрямую. Он отказался от своей вот этой вот контратаки на встречу. Он пытается в атаке работать, а здесь Серджио ждет. Он уже выжидает его. Он начинает его... Конечно, это опытный боец. Он тоже его читает, этот поединок. И, по-моему, он сейчас по ходу второго раунда читает намного лучше, чем Виталия Лесня. Честно вам признаю, Дмитрий. Это такое моё субъективное мнение. Мне тяжело сейчас как бы считать. Вот мы с вами все-таки... Ой-ой-ой, как ой. Верхнюю часть головы. А он здесь очень жестко попал, Виталий Лесня. И почувствовал? И в корпус, да. И правый тул еще очень жестко. Нельзя, конечно, отпускать. Потому что вот... Ну, Серджио красавец. Ой-ой-ой. Правый, достойчивый. Да, нокдауна не было, но конкретно стоял невыгодно. Да, и Виталий воспользовался этим. Ой-ой-ой. Мне закриминается, что у вас эмоции не покидает. Да, Бакси... Ой-ой-ой. Ничего себе. Вот это да. Вот это у Серджио. Вот это у Вилсона. Ну, мы совсем не ожидали этого удара. Вы посмотрите, как она выскочила, Максим. Ну, просто фантастика. Просто фантастика, что делает Серджио Вилсон. Какой бой, Максим? Честно скажу, это реально топ. Это топ. Мы говорим часто о Глории. Мы говорим о каких-то... К1 Глобал. Вот этот бой, я вам скажу, опережает ноги. Максим, хороший, хороший поединок. Ой-ой-ой. Посмотрите, что... И сам пропускает на следующий слева. Два удара. Один коленом наносит в туловище и пропускает в голову. Ну, просто фантастика. Потрясающе. Да, конечно, это мастера. Ой, на отходе. Это чрезвычайные мастера. Это не просто мастера. Максим, Максим, я получаю огромное удовольствие. Удивительные парни. Конечно, порадовали и зрители, и нас, и... Дмитрий, вы знаете, еще они подходят друг подругой, чтобы создать красивый бой. Вы знаете? Да, да. Ну, как бы есть все-таки разница в стиле. Есть она. И она, конечно, делает поединок. Как мозаика. Одно не настоящее к другому. Очень здорово. Это крутой матчмейкинг и, соответственно, продвижение двум бойцов. То, что они оказались в финале. Все сделано здорово, Дмитрий. Вот такие бои действительно... Да, удивительные. Последнее время, хочу сказать уже, их-то проблемы на каких точках. Последнее время все говорят, на кик-бокс, на кому он нужен. Телевидение неинтересен. Аудитории практически нет. Она падает, люди не ходят. Но вот такие бои рождают новую аудиторию. Ой-ой-ой. Какой повтор. Ой, какой удар. Максим, ну, мне кажется, что вообще единоборство растут очень такими быстрыми темпами. И вообще рынок наш растет. И, конечно, каждый из нас должен прикладывать усилия. И нужно отдать должное и благодарность тем людям, которые принимают в этом активное участие. Поскольку это все-таки вот даже наш тот же самый слоган «Выбери путь чемпиона». Это некий такой посыл и молодежи. Максим, это история 2010 года, когда мы приглашали детский дом и пытались что-то им сказать хорошее. И мы сказали «Выбери путь чемпиона». Это стал наш слоган. Мы его зарегистрировали как бренд. И он живет с нами. И мы видим, конечно, что эти ребята конкретно выбрали путь чемпиона. Сто процентов. Вы правы, Дмитрий. Подписываюсь под каждым вашим словом. Да, Виталий Лисекс, на вас сейчас смотрит, Дмитрий. На вас. Ну, мы, конечно, ожидаем какой-то вот такой концентрации его прежде всего. Его концентрация, она поможет ему победить. Потому что все-таки мне очень жаль, что он поменял вот эту стратегию. Это стратегия, которая работает конкретно на Вилсона. Хотя вот это скрутка. Это вот сейчас делает замечание. И очень четко. Да, поскольку это было преднамеренно, и мы все это видели. Это замечание. Еще один раз, это тоже замечание. Потом предупреждение. Потом минус балл, который будет влиять уже на результаты поединка. Это замечание пока не влияет на результаты поединка. Хотя, конечно, неприятно. И Серджио Уилсон, он знает правила. Но для того, чтобы сделать некий такой дисбаланс для соперника, когда он падает, ему нужно какое-то время, чтобы собраться, сконцентрировать свое внимание. И в этом смысле Серджио Уилсон, он поступает хитро, как старый-старый хитрый Лис. Хорошее сравнение. А скажу сейчас... Он опытный парень. Да, скажу сейчас, что у Серджио Уилсона в графе победы, конечно, прибавилась. Победа Уилса была, которая одержана в полуфинале. 39 у него стала победа. И, конечно же, у Виталия Лисняка вместо 11 побед стало 12. Причем, и здесь 5 нокаутов. Но разница по службому списку достаточно ощутима. Да, есть разница. Ох, опять Лисняк встречает. Вот то, что ему нужно, Максим, ему нужно встречать. Он пытается сейчас вытянуть весь бой на встречных курсах. Он пытается перебить Уилсона. А здесь Уилсон, он чуть уходит в сторону. Делает атаку и немножко более выигрышно. Вот он. Посмотрите, сейчас Уилсон как собран. Собран и сконцентрирован чрезвычайно. По-моему, до мельчайших нюансов. Посмотрите. Он ждет, ждет опасности от Виталия. Вот он уходит. Вот смотрите. Ушел в сторону. Провалил, ударил, атаковал. Пропустил правый руки, как точно попал в Италию. Как раз уже Лисняк повторно попытался. Но сейчас здесь уже Уилсон прочитал это действие. Уилсон прочитал, сблизил дистанцию и не дал себя ударить левой сбоку. Конечно. Вот сейчас, знаете, как защищается. Чуть-чуть короткое движение, получим влево-вправо и блоки. Все, это то, что он нашел. Он нашел и начал потихонечку разваливать стратегию введения поединка. Кстати, вот сейчас здорово. Прихват и можно удары наносить по правилам W5. Конечно, нужно менять, срочно менять план на бой Виталию. Лонг-пик тяжелый, опять. Здесь сейчас действительно Серджио Уилсон уже читает любое действие Виталия Сняка. Посмотрите. Да, Виталий, видно, уже подустал. Немножко потрекал свой такой пауэр. Конечно, лаки-панч нужен. А вот здесь все защита. Посмотрите, как Вилсон сконцентрирован. Вот колено встречает. Попал, кстати. Попал колено. Попал. Серьезно. Попал. Смитлующим. Да, попал. Смотрите, сейчас Виталий согнулся и вот эта вот такая задержка хода поединка, она была не случайна. Все, Виталий чувствует. Ну, это грязь уже. Эта грязь не нужна она, конечно, здесь. Пропустил удар по туловищу. Устал. Ему нужна пауза для восстановления. Он, конечно, любую паузу пытается использовать для того, чтобы восстановиться. Сделать некий такой... Ну и функция, конечно, предутратила Виталий. Совсем не осталось-то ножа вот в той пуске из левой и с правой руки. И Дмитрий, как бы, не хотелось бы признать, но третий раунд он проигрывает. Мне кажется, да. И, конечно, удары у Вилсона. Вилсон здесь, смотрите, прочитал, прочитал. Вот что нужно. Вот какая нужна работа. Вот какая нужна работа. Вот серьезно в разрез. Вот какая работа нужна. Буквально прямо на последних секундах. Да, концуточка, конечно, осталась залезняком. Но посмотрим, что скажут судьи. Ну, Максим, я бы не хотел, не хотел бы оказаться на месте бокового судьи. Очень сложная решение, поскольку ребята решают, ну, боковые судьи наши, представители разных стран, они решают судьбу поединка. И это, что они сказали, что боковый судейский корпус, он не меняется, рефери только меняются. Это, прежде всего, Кристиан Гайдос, Австрия. Это Михайло Митаки, Украина. Это Карло Деблази, Италия. Вот эти серьезные судьи. Да, абсолютно. У нас супервайзер Вайлдмен из Великобритании. И на самом деле для нас было принято решение в нашем штабе не привлекать судейскую бригаду из России, поскольку в прошлом году, когда мы здесь проводили мероприятия, и многие нас криптовали, говорили, что российские судьи начинают как бы отдавать победы. И сейчас было принято решение, чтобы вообще совсем все было справедливо, поскольку W5 все-таки началась первая версия. Ну и, конечно, было принято решение привлечь только иностранный блок. Посмотрим, какое же будет решение. Дмитрий, очень мудрое решение по судейскому корпусу. Я вас поддерживаю. Но сейчас, как вы думаете? Ну, мне подсказывает что-то. Я, конечно, болею за Виталика, но вот честно, мне очень импонирует этот парень. И последние его взлеты, последние его победы. И сегодняшние, в том числе, они показали его как действительно настоящего профессионального спортсмена. Рост действительно серьезный и очень явный происходит у Виталия Алисенька. Но, по-моему, здесь, да, посмотрите, сам Серджио Уилсон показывает сердце, да, победу, предвкушает. Серджио Уилсон, чемпион мира в четверке, весовой категории 60 кг, чемпион мира по версии W5, Серджио Уилсон. А по сути, он оставил у себя этот пояс, который он выиграл тогда у Руслана Дозлияна. Да, он стал чемпионом. У нас Виталий Лесняк тоже был чемпионом мира. И, конечно же, встретились два настоящих чемпиона и был настоящий чемпионский бой, Максим. Здесь нельзя не согласиться с этим. Да, и они выбрали уже, как вы сказали правильно, давно дорогу и путь чемпиона. И вот этот путь чемпиона сейчас их, он соприкоснулся друг с другом. И все-таки более чемпионистый оказался Серджио Уилсон. Здорово. Я рад вообще этому поединку. Мне, конечно же, хотелось бы... Презилание от меня, субъективное. Можно увидеть еще один матч реванш? Максим, это хорошая, интересная была бы интрига. Очень хочется. Интересная интрига. И они реально заслуживают этого. Вот мое мнение. Я бы очень хотел, я жду даже этого боя уже в реванше для Лесняка. Я думаю, что Серджио Уилсон не откажется. Я думаю, он не откажется. И ему вообще очень... Он такой высказал пожелание. Он хотел заключить с нами контракт. Он просит количество боев. Он просит пять боев сделать ему. И он готов договориться со своим менеджером и подписать этот контракт. Они разговаривают друг с другом. И действительно, я уверен, что они еще встретятся. Вы знаете, спорт, он делает на самом деле гораздо больше, нежели может сделать либо политики, либо бизнесмены. Только две вещи делают нашу жизнь яркой и богатой. Это спорт и культура. Это то, что объединяет. Объединяет наши страны. Мы можем сделать гораздо больше, чем какие-то политические силы. Мы делаем вот этот мост дружбы, мост отношений. Мы его строим и вкладываемся в это. Мы, конечно, безумно счастливы от этого, что ребята растут, становятся настоящими профессиональными спортсменами. Спасибо, друзья. Я подвижал, у меня еще много работы. Макс, спасибо большое. Спасибо большое. Удачи всем. Спасибо за эфир. Спасибо большое. Ну, вот такой был с нами Дмитрий Иванов. Президент промоутерской компании «Плечом к плечу» и менеджер нашего великого чемпиона «Леписки игр», чемпиона мира и Европы, чемпиона мира среди профессионалов Александр Поветкин. Ну, супер бой, конечно, мы с вами увидели. Вы знаете, что его истинно чемпионский, очень равный поединок, но в конце, в конце третьего раунда, Дэбл Лосом, как мне показалось, ну и нашу уважаемую. Дмитрий Иванов. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин